Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос, который вы задаёте. Первое, на что я хочу обратить ваше внимание, это то, что с психологической точки зрения советов не бывает. То есть как бы психологи советов не дают. Это несколько нарушает этику, профессиональную этику психологов. Это первое. Второе. Да, да, ответ на ваш вопрос основной, который вы задаёте, да, могут быть, значит, из-за недовольства жизни могут являться болезни, потому что, условно говоря, сдерживается энергия. Сдерживает энергию человека и, соответственно, она, эта энергия выражается вот в виде каких-то болячек. Но, понимаете, это достаточно поверхностный взгляд на ситуацию, по моему мнению, потому что в действительности дела обстоят несколько иначе. Я бы не сказал однозначно, что серьёзно или нет, но просто иначе. Просто иначе. Как? Смотрите. Вы говорите, что вы были очень близки с папы, и когда папа ушёл из жизни, у вас появился страх смерти, после чего вы начали бегать по врачам, и у вас начали появляться много-много болезней. Вот, и всё это пошло как бы по нарастающей, да, то есть у вас появился страх смерти, вы пошли по врачам, у вас обнаружили болезни, вы стали ходить по врачам ещё больше. Так, тогда как, снежняком. Что здесь можно выделить? В первую очередь, можно выделить ещё до того, как вашего папы не стало, можно выделить, вероятно, вашу сильную эмоциональную привязанность к нему. Для отдельно взятого человека, и для жизни, и для психического здоровья человека, а также психологического комфорта человека, такая привязанность не есть хорошо, потому что делает его зависимым. Предположу, что, скорее всего, ваш папа этого не хотел, то есть он специально этого не делал, чтобы вы были от него зависимыми. Ну вот, через своё отношение к вам, через те мысли, которые он вам транслировал, да, вот, и которые находили у вас по той или иной причине отклик, вы стали от него зависимыми. Вот это зависимость. То есть, что такое зависимость по факту? По факту зависимость – это перекладывание на другого человека, абсолютно любого, ответственности за реализацию чего-то для себя. То есть, как только я перекладываю ответственность на другого человека, например, за обеспечение себя защитой, за обеспечение себя, там, вниманием, любовью, теплом, заботой, то я тут же становлюсь зависимым, зависимым человеком. И не всегда такое перекладывание ответственности связано с тем же, что вот человек такой инфантильный взял и переложил ответственность – нет. А иногда бывает и такая же штука, что тот, на кого перекладывает ответственность волей-неволей, специально или не специально, чаще, как мне кажется, не специально, чем специально, провоцирует. То есть, показывает, давай, давай, перекладывай, перекладывай, я хочу этого. Ну и, соответственно, рано или поздно это происходит. И вот эта зависимость ваша, которая была еще до того, как вашего папа не стало, является тем фактором, который предопределил, что это точно с вами происходит сейчас. Другой вопрос, что с этой зависимостью нужно работать, да, почему я была так близка к отцу, почему я так сильно в нем нуждалась и так далее. Дальше. С точки зрения психологии, то, что вы делаете сейчас, я имею в виду, ходите по врачам, да, это, если я не путаю термины, ипохондрическая модель поведения. То есть, это вот такой вот болезненный, да, болезненный страх, может быть, навязчивая мысль о том, что я больна или болен, и что у меня есть какие-то болезни. По общему правилу, опять же повторюсь, если я ничего не путаю, я все время путаюсь в этих терминах, к сожалению, вот именно в этих терминах, вот. Ну, давайте, как бы, я не буду претендовать на эти, но я сейчас, то есть, как бы, суть того, что я не меняю, суть того, что я говорю, это не меняю, просто вот термин, термин я могу неправильно использовать, именно слово, обозначающее то, о чем я говорю. Для ипохондрической модели поведения свойственно определенная конечная выгода. Это получение внимания, это получение заботы, это получение защиты, это, по сути, нахождение в определенном таком коконе, который ограничивает человека, да. То есть, как вы сами пишите, я хотел переехать в другой регион, но не могу, потому что я наблюдаю за врачей. Я работаю на нелюбимой работе, научиться я не могу, опять же, из-за денег, которые я трачу на врачей. То есть, вот понимаете, тенденция какая, что я чем-то недовольный, я что-то хочу, но я себе не позволяю, потому что. Вот эта вот несвобода, она амбивалентна, то есть, в том смысле, что иметь как плюсы, так и минусы. Минусы такой несвободы, они очевидны, они связаны с тем, что я не могу быть собой, не могу делать то, что мне хочется, не могу, там, ну, не знаю, самореализоваться и прочее. А плюсы заключаются в том, что мне не нужно принимать решение. Если я не принимаю решение, если я не делаю выборы, я не ошибаюсь, если я не ошибаюсь, то я не плоха. Здесь, вероятно, может быть, в вашем случае еще добавляется чувство вины перед отцом и, соответственно, запрет себе на то, чтобы радоваться, на то, чтобы жить для себя. Вы считаете, что в глубине души, может быть, считаете, что должны страдать, что должны, ну, условно говоря, себя бичевать, да, себя гнобить, потому что вашего отца нет и вообще вы не имеете права жить. Ага, вот. Еще, на что я хотел бы обратить ваше внимание, это страх смерти. Страх смерти связан с отсутствием смысла жизни человека, с наличием пустоты в его жизни, потому что, как бы, эээ... Смерть это то, что человек понять не в силах, ну, потому что это несколько инородное, несколько чужеродное понятие для живого существа, да, то есть смерть, это не живое, а, соответственно, человек, человек это живое, соответственно, когда живое переходит в мертвое, то происходит качественный переход, то есть, условно говоря, человек, эээ, будучи живым является человеком, а вот будучи мертвым человеком уже не является. То есть, как бы, чисто внешне может быть, но фактически он, он, это уже что-то другое. И, эээ, как бы, смерть это то, что человек вообще не в силах вообще понят, потому что жизнь, эээ, жизнь в своей сущности, эээ, исключает смерть. То есть, для жизни смерти нет, но и для смерти нет жизни. И, эээ, смерть и жизнь это две стороны одной медали, но каждый из этих сторон медалей не подозревает о наличии друг друга. Эээ, поэтому человеку, в принципе, не свойственно думать о смерти, потому что для него смерть это что-то неосознаваемое. И когда, эээ, начинаются, эээ, подобные мысли касательно смерти, того, что я могу умереть и прочее, это, как правило, означает определенный экзистенциальный кризис. А, эээ, о чем идет речь? Это потеря смысл жизни, это ненаполненность жизнью, пустота жизни, это много свободного времени, это, эээ, искусственная важность тех вещей, которые, ну, в принципе, объективно не важны, да? То есть, ну, вот, например, эээ, классический пример – это здоровье. Эээ, здесь, эээ, с одной стороны, эээ, есть очень, эээ, ну, как бы, очевидно, ээээ, как бы, причина того, что здоровье важно. То, что это основополагающая, основополагающая, эээ, как бы, так сказать, твердь человека. То есть, без этого невозможно вообще что-либо делать, да, это здоровье. Но, с другой стороны, эээ, если всю свою жизнь положить на то, чтобы заботиться о здоровье, то, по сути, получается, что человек и не живет вовсе. Потому что, эээ, здоровье – это понятие относительное, и кто-то более здоров, кто-то менее здоров, и, что такое здоров для одного, и что такое здоров для другого – разница достаточно большая. Поэтому, эээ, здоровье – это то же, что, эээ, одновременно важно, но в то же время и является, является, является свой лишь средством, свой лишь средством для того, чтобы делать что-то более важное. И вот вы, занимаясь своим здоровьем, по сути, демонстрируете то же, что вам, эээ, кроме здоровья и внимания других людей, что, эээ, получение которого свойственно для, опять же, людей, ээээ, продвигающих ипохондрическую модель поведения. Вы, демонстрируете, что вам важно только это. Своё здоровье и внимание людей – всё. Для вас больше ничего не важно. Эээ, какие у вас цели у жизни? Какие у вас ценности? Какие у вас интересы? Какие у вас хобби? Ничего этого нет. И, эээ, правда в том, что, эээ, если ничего этого нет, эээ, или, ну, точнее, оно, конечно, есть, но вы себе запрещаете, вы обесцениваете это себе, эээ, то человеческая энергия тратится на, эээ, что-то другое. Потому что энергия есть, она должна на что-то тратиться, и вы её тратите. Эээ, таким образом вы получаете, вот, в контексте, эээ, своего, эээ, своей стратегии, эээ, жизненной, на данный момент, вы получаете главное – это внимание, защищенность, какую-то заботу. И, правда в том, что вам она нужна, но правда также и в том, что, кроме этого, вам больше ничего не важно, то есть, нет ничего важнее этого. И пока нет ничего важнее этого, и пока вы в этом нуждаетесь, то есть, пока вы зависимы, пока вы перекладываете ответ на других людей, эээ, за, за вот, вот, заботу, там, внимание и прочее, да, я думаю, что так всё и будет. У зависимости, эээ, эмоциональной зависимости от других людей, будь то близкие родственники, будь то врачи, есть одна, эээ, очень неприятная, эээ, я бы сказал даже, эээ, трагичная в какой-то степени черта. Эээ, заключается она в том, что, эээ, зависимый человек, прежде чем стать зависимым, прежде чем приложить ответственность на другого, должен сам для себя, эээ, эээ, принять определенное решение, эээ, суть которого сводится к тому, эээ, что, эээ, эээ, основной мыслью, эээ, на которой базируется это решение, является утверждение, что я, ээээ, сам, или сама не справлюсь, ээээ, что я сам, ээээ, сделаю это плохо, имеется ввиду, что другой сделает это хорошо, эээ, что я сама, или сам, какая-то, или какой-то не такая, не такой, и лучше пусть это будут другие, а со мной что-то не так. Это обесценивание, ээээ, не всегда понимается, эээ, тем, кто, эээ, искусственно, или, естественно, провоцирует, ээээ, значит, перекладывание на себя ответственность. Но это обесценивание всегда есть. И в данном случае это обесценивание, эээ, есть и у вас. И оно достаточно сильно у вас, ээээ, проявлялось, если вы прислушаетесь к себе, если вы наберетесь смелости посмотреть на изначально ваши отношения с папой, то вы увидите то, о чем я говорю. Ну, для этого нужно определенно смелость, если вы действительно хотите изменить свою жизнь. Но, эээ, моя гипотеза заключается в том, что на данный момент свою жизнь менять вы не хотите, там, в принципе, вас все устраивает. Вы умом, интеллектом понимаете, что вам нужно что-то менять. Но вот хотите ли вы на самом деле? Большой вопрос. Понимаете, эээ, желание не может быть безобъектным, то есть бесприметным желание быть не может. Неправильно сказал, не объект, а примет. Бесприметным желание быть не может. То есть, если я хочу есть, я всегда хочу есть что-то. Если я хочу пить, я всегда хочу пить что-то. Если я хочу спать, я всегда хочу спать где-то. Если мне холодно, я хочу одеться, я всегда хочу одеть что-то. Желание не может быть бесприметным. так же и здесь. Вы хотите прекратить, ну вы говорите, что ваше состояние изменилось, да, но ради чего? Что вы будете делать? Ведь если вы зависимы, то, скорее всего, именно своей жизнью и для себя вы, вероятно, не жили. Или привыкли, что решение принимают за вас. А значит, вы боитесь это делать. А значит, этого вы не хотите. Вам кажется это страшным, трудоемким, вероятно, вы боитесь не обрабрать ожидания и прочее. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация будет разрешена.